Вот как я, собственно, и обещал, ролик, блядь, про крепости, он будет невероятно скучным, но давайте его посмотрим, все равно нужно его залить, рано или поздно, это меня заспамят этими ссылками, что ж, давайте, в принципе, начнем. Типа я охуенно доволен, потому что мы играем в Shadow of War, ну и мы, естественно, тоже пригласили, то есть дали демку, чтобы он пропиарил. Она такая же, как и первая часть, но они ее так жестко улучшили, но тогда это значит не первая часть. Пиздец, он ебнутый. Он просто реально ебнутый. О, нет, хорошо, я думаю, они меня видели. Окей, теперь, на самом деле, об этом игре, хорошо? Вы получаете очень быстро, поэтому, да, я думаю, что я могу выбрать этих ребят. О, черт, окей, эти ребят с караголами, окей, они очень тяжелые. Окей, мне нужно уходить. Сиддай, Ферн! Ты делал ужасно массивные вещи от тебя. Ха, ну в шоке, блядь, нихуя себе, какая засада. Сейчас мы здесь, чтобы ставить эти вещи правильно. О, кто в холле этот человек? Посмотрите, этот человек, ой, черт! О, черт! О, черт! Я пробовал его, я пробовал его, и он просто бросил меня. О, черт, окей, окей. Это не что-то новое в игре, окей? Эти орки, окей? Некоторые из них абсолютно массивные, окей? Окей, я говорю, серьезно. Это не орки вообще-то, это ологи. Ну ладно. Последний шанс обучения. Последний шанс обучения. О, черт! О, черт! О, черт! О, черт, окей. Окей, последний шанс обучения. Окей, последний шанс обучения. О, черт, мальчик! О, черт! Это правильно, я не ловлю сегодня, мальчик! Окей, для этого в игре, ты всегда должен был собрать цветы, но я думаю, что сейчас нужно, как, дремить. В первой части нужно было собирать цветы, но в этой части нужно высасывать. Окей, сейчас я на 4th. М удаляй! Мудаляй! 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 Дреди! Необучилуй! Скорость! О! ... ... ... ... ... ... ... Один и тот же разговор. Пиздец. 31 против 21. Феррел Диздроюер. Он полюбался. У него костяные наросты и у него бомбы. Это значит он Диздроюер. А костяные наросты это Феррел. Я уже в принципе начал разбираться в игре неплохо. Ну да, я был прав. Она говорит, что типа... Если хочешь, то тебе нужно выносить этих бомжей по одному. Ну или если хочешь, то можешь их заклеймить на свою сторону. Диздроюер. Он защищает крепость. Ну это и так понятно. Ну сейчас будет захват крепости. Он такой типа... Это карта, где мы планируем всю атаку и здесь очень много дерьма и начинается лба. Диздроюер. Диздроюер. Ну это не так понятно. А, Вармонгер. Вармонгер. Точно. Харагоры без наездников. Играет музыка. ебать он ебнутый, я тебе реально говорю а куда побежали наши капитаны, если ворота открыты ну ладно пиздец, это не такое ну конечно, теперь стену взорвали и чувак сразу сдох, охуеть, а через ворота ты пройти не мог, да? охуеть ты можешь замораживать, теперь это упрощает намного задачу он его, блядь, кулаком голову оторвал, пиздец в итоге у него остался один капитан из трех Продолжение следует... 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 Ребята, а знаете, почему он проигрывает? То есть, просто вот найдите вот сейчас, вот сейчас на мониторе, одну хрень, одну хрень, в чем заключается его ошибка, почему он так часто умирает. Вот найдите вот сейчас на мониторе, может я даже на паузу поставить, я сейчас дам вам несколько секунд, просто посмотрите на вот этот экран и найдите единственную вещь, в которую он всрался. Все, продолжим смотреть видос, а я жду ваших ответов в комментариях. Я думаю, по-любому найдется человек, который догадался, что я хотел сказать. Буся. О, в ahead mezzi? Стоbra, задними 2nd рейсах. Вяжем это. Не-не-не-не-не-не, не-не-не-не-не-не-не-не. Я сделал его. Я не могуamente поручить его, он слишком мощнейший. Для получать его или вы willstалы? Туга. Кстати, оверлорд, оверлорд-жеда, у него снимается вообще любой баф, он становится обычным капитаном. А знаете, что самое интересное? Что он создал сейчас себе самого заклятого врага, потому что он сдох 4 раза и плюс пристыдил его. Это его самый заклятый враг и он по-любому возродится, если его убить. Да, 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 да. Джойстик сломал. Такой типаж сейчас говорит, ребята, у меня геймпад сломался, все, мы не можем играть дальше. Потеряно 5... а, оверлорд потерял 5 уровней и был унижен. Да не, щитовика он заслужил, он убил, блядь, троих капитанов. Вармон, Гертанг. Хоть мне его и перышки не нравятся, но он заслужил этот титул. Как он повышен? Он же и был, блядь, 28-м. А, видимо, имеется в виду повышен. Сейчас он хочет захватить того сталкера, которого он пристыдил, типа, в свою армию. Видите, они бродят спокойно по карте, но, по крайней мере, в крепости они ходят. Ой-ё. А чё ты делаешь в нашей крепости, алё? У него даже клеймо такое на щеке. Он просто ходит и пиздит наших воинов. Чё он тут делает, сука, вообще? А ты преследуешь меня, призрак, или что? Ебать, я уж думал, он сдохнет. Это вообще нечестный бой, она говорит. Это я получаю свою добычу. Бля, арбалетчик тупо промазал. Но зря, я думаю, он предаст. Хоть он и верный, но он предаст. Он же, блядь, заклятый враг, по идее. Хорошо, давайте предупреждать его. Я бы поставил его на место Оверлорда. Ну, типа, повысил его. Ну, вот и, собственно, конец видео. Я выполнил своё обязательство, так сказать. Буду рыскать по наличию. Если найду ещё какие-то видео, то, естественно, его залью, как обычно. Жду ваших ответов в комментариях по поводу... Почему он проигрывал, это главные вопросы. И что могло изменить ход боя? Ну, давайте, это уже такая подсказочка, да? Что могло изменить ход боя? Почему он проигрывал? Всё. Я жду ваших ответов в комментариях. Я, ну, думаю, по-любому найдётся человек, который догадается, что я хотел этим сказать. Всё, приятного просмотра. Блядь, это видео уже закончилось. Ну, хорошо, всё, спасибо за внимание. Будем рыскать... Буду рыскать ещё, блядь. Да, и вы кидайте же тоже ссылки, если найдёте что-то обязательно. Это must have. Мы же комьюнити всё-таки. Как-никак. До новых встреч.